Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. Смотрите сегодня в выпуске. Не укрыться от дождя в микрорайоне Приокский упал остановочный комплекс. Как не заблудиться в лесу, грибникам напомнили правила поведения во время тихой охоты. Один человек погиб, пятеро пострадали. Подробности страшного ДТП, случившегося под Рязанью. Не укрыться от дождя, не посидеть, пока ждешь автобус. На улице Октябрьской в микрорайоне Приокский упал остановочный павильон. Жители гадают, почему это произошло и надеются, что его починят. Скорее всего, остановочный павильон находился в аварийном состоянии давно. Лавочка прожавела, на крыше мох. О том, что находиться здесь было небезопасно, говорят обрывки оградительной ленты. Свежие следы болгарки свидетельствуют о том, что опору просто спилили, а остановочный павильон положили на землю. Молодая мама Елена часто ездит отсюда в центр. Она рассказывает, ждать транспорт стало неудобно. Она уже неделю так валяется, никто ничего не убирает, не делает. Даже не знаем, что произошло. Даже если дождик, никуда не скрыться или ничего. Даже с коляской, не под крышу, когда два дня назад ураган был, дождь сильный, не спрятаться, ничего. Бежишь, как не знаю куда, с коляской, чтобы укрыться от дождя. Пожилые люди только растерянно оглядываются. На лавочку можно было хотя бы поставить сумки, пока ждешь транспорт. Теперь их приходится держать в руках. Посидеть тоже негде. Просто это вообще как-то, да так, тут грязь весь вид портит. Нет, это очень плохо. Очень плохо. Не знаю уж кто-то так умудрился выдрать ее всю. Негде даже посидеть. Ни старым, ни маленьким. Даже убывать беременной женщине, негде посидеть. Остановочный павильон обещали отремонтировать. Жители Приокского надеются, что это произойдет до наступления дождливой погоды и им не придется мокнуть каждый день в ожидании общественного транспорта. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Первые в регионе операцию по трансплантации внутренних органов провели врачи областной клинической больницы. Напомню, в начале июля между ОКБ и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов был подписан договор о сотрудничестве, а сейчас началась работа. В операционной побывала Мария Рудая. Впервые специалисты ОКБ проводят операцию по трансплантации в этих стенах. Сейчас, прямо за моей спиной, самые ответственные моменты для врачей и для пациента. Это высокие технологии в действии. Бригада хирургов совсем недавно вернулась из Московского центра трансплантологии. Рязанские врачи прошли там обучение и получили соответствующие сертификаты. Сегодня операция – это аутотрансплантация почки. Она забирается у одного человека, и ему же пересаживается уже в другое место. Там серьезные патологии мочевыводящих путей. И чтобы сохранить эту почку и не удалять ее, она будет пересажена в то место, куда обычно и пересаживается почка. То есть технически, по сути, никакой разницы нет. Аутотрансплантация, от одного человека к этому же человеку, либо уже от родственника к родственнику, либо уже от трупа к родственнику. Технически, хирургически – это абсолютно одинаковая операция. В оперблоке за жизнь и здоровье пациента борются хирург, уролог, трансплантолог, сосудистый хирург, анестезиолог, анестезистка и операционная сестра. Более шести часов на ногах. Все взгляды сейчас направлены на этих врачей. Они настоящие первопроходцы. Хотя справедливости ради стоит отметить, что подобная пересадка уже проходила в ОКБ. Была проведена только одна и приезжим специалистом, ведущим специалистом. Сейчас мы делаем сами, без привлечения посторонних специалистов. Операция прошла успешно. Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии под пристальным вниманием врачей. Теперь с уверенностью, можно сказать, первый шаг в области трансплантологии в регионе сделан. По словам главного врача ОКБ Дмитрия Хубезова, к концу года планируется провести операцию по пересадке донорской почки. А потом займутся и трансплантацией печени. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Краснодарском крае собака покусала трехлетнего ребенка из Рязани. Девочка попала в больницу с рваной раной на лице. К сожалению, это не единственный случай, когда собака нападает на прохожих. Анна Малистова выяснила, как избежать нападения агрессивного животного. Екатерина недавно завела себе ротвейлер и Женю. По ее словам, пес вовсе не агрессивный, а наоборот, дружелюбный и игривый. Но несмотря на это, ни одна прогулка с любимцем не обходится без поводка и намордника. Девушка уверена, что любой владелец собаки должен не только сам регулярно заниматься с четвероногим другом, но и посещать кинолога, чтобы питомец не навредил не только самому хозяину, но и окружающему. Это обязательное наличие хорошего намордника и хорошего надежного поводка. То есть это атрибуты необходимые, без которых нельзя выходить из дома, соответственно, где гуляют люди и дети. Соответственно, сегодня буквально с утра был случай, что большая собака без намордника, без поводка, хозяин с бутылкой пива идет по парку, дети гуляют. То есть это такое безответственное поведение ужасает просто. По словам кинолога Алины Болотиной, у собаки с самого детства нельзя допускать агрессию, то есть приучать к общению с посторонними людьми, которые для питомца – так называемый уличный раздражитель или потенциальный источник опасности. У щенков возраст, когда они привыкают к раздражителям, от 3 до 6 месяцев. То есть в это время нужно обязательно социализировать собаку. Если это время упущено, собаки начинают бросаться, швыряться на все, что движется. Как же все-таки вести себя человеку, который столкнулся со стая собак на улице? В таком случае кинологи советуют не делать резких движений и, несмотря в сторону животных, постараться их обойти. На таких прохожих собаки обычно не обращают внимания. Если вы встретились на улице с агрессивной собакой, которая предположительно может на вас напасть, в первую очередь нельзя паниковать и начинать бежать. Можно попытаться грозным тоном закричать слово «нельзя». Также специалисты советуют носить с собой электрошокер, чтобы в опасной ситуации выстрелить им в воздух, напугав животные или перцовый баллончик. Используя такую самооборону, собака вряд ли станет на вас нападать. По собаке видно, агрессивно она настроена или нет. То есть, во-первых, это стекленеет взгляд у собаки. У нее вздыблена шерсть на холке, на крупе, иногда и по линии позвоночника. То есть, это видно, собака напряжена. Она может медленно-медленно вилять хвостом или вообще не вилять. То есть, если собака в таком состоянии находится, ваша задача не провоцировать ее. Если собака уже нападает на вас, то можно ударить ее в морду сумкой. А если собралась укусить, то нужно защититься ударом в нос. Нельзя допускать того, чтобы собака напала на вас со спины, ведь тогда вы будете беззащитны. В случае с нападением собак на прохожих происходит все-таки не так часто. Но их не было бы вовсе, если бы каждый хозяин чувствовал ответственность за поведение своего любимца. Анна Малистова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В конце июля в Клепяковском районе целый день искали злоблудившегося отца с двумя детьми. Случаи, когда люди уходят в лес за грибами или ягодами, а потом не могут найти дорогу назад – не редкость. Волонтеры, занимающиеся поиском потерявшихся людей, рассказали, как правильно готовиться к походу в лес и что нужно обязательно взять с собой. Выйти из незнакомого леса – задача, с которой справится далеко не каждый профессионал, не то, что обычный человек. А особенно осенью за грибами в неприятливый зеленый мир отправляются десятки людей. По статистике, в России ежегодно пропадают без вести более 70 тысяч человек. Заблудиться в лесу, как оказалось, довольно легко. Достаточно уйти со знакомой тропы. А вот что делать дальше – многие не знают. Алексей – доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Он постоянно участвует в поиске пропавших людей как в лесных мастивах, так и в городских джунглях. Наша съемочная группа ушла как можно дальше в лес. И мы задали Алексею единственный вопрос – мы заблудились. Как быть? В этот момент самое главное – это не поддаваться панике. Никуда отбежать в лес, где моя тропинка, здесь я шел или там. Нужно спокойно остановиться на месте и понять, проходило ли это дерево. Оглянуться, посмотреть. Посмотреть на ориентиры, на просеку. Не сходить с нее. С телефона следует сразу же позвонить по номеру 112 и сообщить спасателям как можно больше информации, когда вошли в лес, где, как одеты. Любая информация сможет помочь. Уходить с места рекомендуется только в крайнем случае. Следует обращать внимание на все. Тропинки отметены на деревьях, провода. Если никаких ориентиров рядом нет, то стоит попытаться их поискать. Крепники постоянно берут с собой нож. Следует оставлять зарубки на деревьях. Если ножа нет, можно класть еловые ветки вдоль своего маршрута. Тогда поисковики смогут найти человека по этим следам. Также стоит обязательно обращать внимание на звуки. Это может быть железнодорожные звуки, гудки, сигналы. Это может быть лай собаки. Самые распространенные звуки – железнодорожные и автомобильные. Однако Алексей сказал, что к любому походу в лес нужно готовиться заранее. Перед походом в лес человеку, во-первых, необходимо предупредить своих родственников, друзей о том, куда вы собираетесь, в какую местность, то есть на сколько вы идете примерно. Обязательно обозначить свой маршрут. Сколько вы будете в лесу, в какой лес пошли. С собой нужно взять герметичные пакеты, бутылку с водой, питательные батончики и заряженный телефон. Пакеты нужны на случай дождя, чтобы не промокла техника. Питательный батончик – основной источник глюкозы. Надевать одежду камуфляжных цветов, зеленого или черного, не стоит. Тогда человек сливается с окружающей местностью. Это осложняет поиск пропавшего. С соблюдением этих элементарных требований безопасности, человек будет полностью готов к походу. И в случае непредвиденных ситуаций, его будет несложно отыскать. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Мошенника, который, переодевшись полицейским, вымогал деньги, задержали в Рязани. Как выяснилось, к правоохранительным органам он отношения не имеет. Какой срок грозит преступнику? В нашем следующем сюжете. В Рязани произошла история, больше похожая на остросюжетный боевик – вымышленный полицейский, спрятанный в машине наркотики и настоящее расследование. К 18-летнему жителю города подошел человек и, показав удостоверение, представился полицейским. Я даже не успел посмотреть, действительно ли он сотрудник полиции, после чего он сказал, что я совершаю какие-то непротивозаконные действия и предложил мне пройтись в машину. И тогда он сказал, что надо как бы ему отдать какие-то денежные средства. Я с данным мужчиной прошел к банкомату и думаю, что он сотрудник полиции, передал ему денежные средства. Свободу лжеполицейский предложил молодому человеку купить за 5000 рублей. Также злоумышленник забрал карту с требованием дальнейших выплат. Пострадавший решил обратиться к реальным сотрудникам полиции, которые и задержали мошенника. При досмотре принадлежащего ему автомобиля ВАЗ, стражи правопорядка обнаружили 33 грамма различных наркотических средств – героин, гашиш, мефедрон и другие. Сотрудники подразделения собственной безопасности и управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области, а также сотрудники управления ФСБ России по Рязанской области выяснили, что за полицейского себя выдавал 33-летний рязанец, который никакого отношения к правоохранительным органам не имел. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям мошенничества и незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Максимальный срок наказания, который ему грозит, составляет и до 10 лет лишения свободы. Мария Рудая при содействии Пресс-службы регионального управления МВД. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Вечером 22 августа у села Поляна Рязанского района произошло ДТП. Столкнулись две машины. Подробности аварии узнал Валерий Седов. 22 августа, примерно в девятом часу вечера, вблизи села Поляна Рязанского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пять человек пострадали и один погиб. Стоит отметить, что авария произошла на регулируемом перекрестке. По предварительной информации, 27-летний рязанец на автомобиле Ауди А6 при повороте налево столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Лада Гранта. В результате происшествия водители автомобилей, а также три пассажира отечественной легковушки в возрасте от 18 до 26 лет с полученными травмами, доставленные в медицинское учреждение. 46-летний пассажир Лада Гранта от полученных травм скончался на месте ДТП. На перекрестке был установлен светофор, который на момент аварии функционировал. Предварительной причиной ДТП могло явиться нарушение требований сигнала светофора одним или несколькими участниками дорожного движения. По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Всего за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести. В регионе произошло 24 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПС ГИБДД выявлено свыше 8 тысяч нарушений ПДД. Рязанским школьникам и студентам придется подтверждать право на льготу для пользования проездным. Как сообщили в администрации, для покупки проездного билета на сентябрь и последующие месяцы школьникам и студентам-очникам необходимо до 15 сентября предоставить свои учебные заведения документы, подтверждающие право на льготу. Иначе они не смогут купить и пополнить проездной. Ночи станут еще холоднее. По данным Главного управления МЧС Паризанской области, 24 августа в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3,8. На поверхности почты и в пониженных местах возможны заморозки до минус 1. А днем будет тепло плюс 20-25. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал.